Всем привет, продолжаем играть в ТЛД. Отправляемся с вами в сторону Эльфов. Хоть мы и недавно там были, но все же. Так. Кто у нас тут? Гамлинг с войском. У него войско всего лишь на 30 человек больше, чем у меня. Как печально. Элмер 150. Хотя 150 человек спокойно бы могли развалить пару сотен. Если со своей толпой я развалил 600 с копейками. Но это опять же зависит от противника, конечно. Но мы тогда сражались с изенгардом. Остатками изенгарда. И мы умудрились их разбить. Их было 600. И было еще одно против 600. Это были... Боже, дай бог памяти. Мордор и... Еще кто-то. То ли Умбары, то ли Харады. Я уже не помню. И, по сути, тогда мы получили поддержку от короля. Но у короля тоже было что-то 150 воинов. Не более. То есть, по сути, там было две сотни, две с половиной сотни на шесть с половиной или на шесть. Я уже точно не помню. Усадник еще один подошел. Это хорошо. Мы с вами отправляемся сейчас через Эльфу и поедем в сторону Темнолесья. Вон он под осадой стоит. Не знаю, успеем или нет. Мы в любом случае будем объезжать долго, поэтому... Как бы... А, вот уже не под осадой, и то хорошо. Так, это не под осадой. Чертоги тоже не под осадой. Хорошо. Карас голодом... Карас голодом. Только долгулдура саждают, как правило. Ну и сейчас их нету, поэтому все хорошо. Так, что у нас тут? В принципе, все тихо. Опять же, мы не найдем кого-нибудь сейчас. Давайте отправляться сюда. Там рунийцы, гундабад. Ребята веселые. Передовой лагерь осаждают из Мордора, ребята. Таким образом, если у нас держава более-менее сильная, они не должны осаждать наш лагерь. Или я чего-то не понимаю. Гундабад стал сильнее. Это плохо. От нас бежит, но мы его догонять все равно не будем. Что там? Гоблины. Гоблины нас мало интересуют. Плюс, да, я в прошлой серии потерял свою поддержку. Барышню. И я теперь не знаю, где ее искать. Она была из Дейла, насколько я помню. Или Эрибора. Мы сейчас съездим, посмотрим в Эрибор. Но, насколько я помню, она была из Дейла. А Дейл захвачен. И я не знаю, можно ли, в принципе, где-то ее найти там. Я в любом случае руины прошу, что вот тут есть еще изгород руины. Да как вы умудряетесь? Просто она у меня была врачом. У нее была очень сильно прокачана вся эта ветка по интеллекту. И она очень неслабо-то лечила. И сейчас без нее очень плохо. Поэтому я хочу съездить, посмотреть, есть она тут или нет. Если ее нет, я не знаю, что делать, честно. То есть, Дейл мы вряд ли вернем. Войти я туда не могу, все. То есть, если она в Дейле, у руницы, то все плохо. Так, Эрибор. Тоже разрушенная, ничего нет. Пройти на руины я не могу. Ну, все. По сути, я мог бы захватить Дейл, если бы мне дали такую возможность. Тут не так много народу. Но я не могу в одиночку захватывать. То есть, захватывать должен кто-то левый. Перед воротами Дейл, Ярл, Финальдзрун, подразумевать знамя над воротами. Продолжить. Плохо. Это очень плохо. Она мне прям... Она выручала очень сильно. И самое смешное, что перезагрузиться я не могу. Потому что... По одной простой причине я не могу перезагрузиться. У меня сохранение идет одно на второе. И получается, что вот так вот потерял то, что нужно. Печально, да, но... Ничего страшного. Как-нибудь переживем это все. Да, также хочу начать новый мод. Проходить. Скорее всего, это будет Натив. Либо... Тотальная битва. Но я еще не решил между ними, думаю. Может, Тотальная битва. Может, Натив. Знаете, как... Либо то, либо то. Гундабад стала сильнее. Пока я не вижу, где они лазят, поэтому... Так, ну давайте отправляться тогда к Рохану. Гондору. Там все плохо тоже, насколько я понял. Фарад терпит. Мордор осаждает Минастерит. Ну, как я и говорил, все плохо. Остальные видео на канале, кроме Mount & Blade, скорее всего, перестанут выходить каждый день. Теперь они будут выходить через день. То и раз в несколько дней. Где-то, наверное, 3-4 дня будет разница между видео. Но при этом они станут больше. То есть, где-то по минут 40, по часу. Я решил так снимать, потому что... Каждый день по видео выпускать достаточно сложно. И очень много времени на это уходят. К сожалению, нету такой возможности. Теперь она более-менее сильная. Рохан не под осадой. Хорошо, но Минастерит еще под осадой, ребята. Нам нужно разбираться с Минастерит. Западный лагерь осаждают. Блин, ну что вы. Как-то они все одновременно, блин, со всех дыр вылазят. Понимаете? Так. Я хочу осадить немного Гундабад, потому что она сильная очень. На, теперь она более-менее сильная. Прямо ребята мне тонко намекают. Не иди туда. Но... Блин, Гондор. Куда пойти, куда податься. С Гондором там все плохо. Постоянно, причем. Он сейчас и так на грани поражения. Как? Как они умудряются сливаться? Где главное? Так, я бегаю по одному участку. Это уже маразмом попахивает. Ладно, отправимся в Гондор. Черт с ним, с западным лагерем Эльфу. Они сами смогут защититься. А вот с Гондором там все плохо. Гондор, 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 Гондор. Так. И... Что у нас? По бойцам у нас... Кстати, у меня шатрят больше. Да, но одного должен быть. Но мы брать его не будем. Пока, может, позже. Сейчас просто напрямую поедем. Нужно с Мордором разбираться. Хотя бы скинуть их до... Более-менее сильной. Или до... Слабой вообще. Было бы неплохо до слабой скинуть, но... На это уйдет очень много времени. Не уверен, что у нас столько времени есть. Если бы еще вот... Теоден не бегал, не сливался. На каждом повороте было бы вообще хорошо. Блин. Войско у него в три сотни. Он умудряется как-то... Умирать об воинов там... 200-300. Каким образом он это делает? Непонятно. Так. Морья стала сильнее. Теперь она сильна. Класс. У нас... Гундабад, Морья, Руницы и... Мордор сильны. А у нас из сильных... В принципе, никого. Более-менее только Рохан. Классно. Так. Брэйго. Всадник. Копейщик. Дворный. Так. Может восточном оруженосце взять? Не знаю, тут есть оруженосцы. Не смотрел. Давайте посмотрим. Да, есть один как раз тот, что нам нужен. Сгилиот стоит. Минастерит под осадой опять. Вот, опять. Как он умудряется это делать? Что за полудурок, а? Тут у нас бегают, ребятки. Из долгул дура и из морей, блин. Как вы сюда залезли? Зачем вы сюда полезли вообще? Убить их. Сейчас на этих мелких отрядах немного прокачаю воинов. У меня там оруженосцев достаточно большое количество и всадников. Так. Ну, давай-давай. Калашматьте. Ну, все-таки печально, что я потерял помощницу одну. Как мне теперь, блин, с лекарем быть? Только за счет нее у меня воины и выживали, по сути. Ладно. Что-нибудь придумаем. О, Королевский Страж 2. Прекрасно. Давайте двух оруженосцев мы выкинем. Возьмем двух Королевских Стражей. Ой, у нас еда закончилась. Надо срочно. Ну, тут шестеро. Тут даже дергаться особо не нужно. Ребята все сами сделают. Так. Блин. Ну, мне так... Так мне нравится, что я потерял одну помощницу, что я прям не могу. Зараза, перезагрузиться никак и вернуть ее тоже я не знаю где. В Дейле там все забито. Я не знаю, если разрушить Дейл, будут руины его. Придет ли она туда? Если придет, то было бы замечательно, конечно. Так. Мне нужно сначала пополнить припасы. А то у меня прям все плохо. По еде. Так. И вот после этого уже можно отправляться дальше на войну. Главное, я не знаю, когда ее успели убить. Потому что она вполне спокойно сражалась. Она... Хотя нет, в последних двух битвах она даже не сражалась. Хотя там были битвы посерьезнее, когда страдали все. Вполне возможно, что тогда ее и убили. Плохо. Это очень плохо. Так. Я не помню, там не было вроде таких. Ай, ладно. Садник Рохана, Гондорский Стражник, Стрелок, Пехотинец. Нам они не нужны. Пускай забирают союзные отряды. Становятся сильнее. 37. Уже неплохо. О, нет. Фу. Не лезьте туда. Я знаю, вас вы сейчас, блин, возьмете и поедете напрямик. Кто, что-то напрямик-то ездит. Вот так. Сейчас сбоку их объедем, а будет лучше. Вот, теперь в атаку. Теперь они на одной плоскости с ними будут нормальная речка. Не нужно будет переходить снова. То они бы пошли напрямую, и напрямую. Вот тут обрыв. Они бы по этому обрыву пока подымались, их бы расстреляли к чертовой бабушке все. Придется, наверное, прокачивать интеллект уже себе, для того, чтобы лечить ребят. Хотя у меня вряд ли получится. Слишком большой уровень уже и так. Получать уровни после него нелегко. Какой у меня сейчас? 33-й, наверное, или 34-й? Это уже большой уровень. Спасибо, пожалуйста. Так. Во-первых, у нас готово к повышению. Рыцарь Гондора теперь есть. Копейщик. И тут все как обычно, спокойно. Во-первых, я хочу вон туда сходить. Тихо. 10-100. Мордорское войско, блин, против 8-ми. Ну, их там не 360, конечно. Их там меньше, но... 353. Ну, зараза, Гондорское войско. Мордорское войско, точнее. Это очень большой шанс, что появится Назбул. Ненавижу Назбул. Фу, терпеть не могу. Ну, пока вроде все спокойно. Хорошо, сейчас приедем, поможем нашим. Нужно по-серьезному воевать. Потому что тут, ребятка такие. Так. Давайте дальше. Пятеро. На, лови лицом. Не встал. Хорошо. 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 Так, тут пока вроде спокойно. Серьезно, он просто идет сзади, его и бьет. Так, троих оглушили. Таким образом. А, это не мои. Все нормально. Это Гондорские новобранцы. У меня одного ранили. Так. Ну. Так. 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 Так, берем топорик и идем помогать нашим. Я не вижу скоплений больших, этого убили, да почему они постоянно то разбегаются, то все в кучу, о, тролль, класс, не тролль, а лакхайв, обожаю когда лакхайв посреди толпы появляется, это же так классно. Повезло, что он появился в такой более-менее сильной толпе, смогли его заколупать и он никого не убил. Но это скорее всего не последняя лакхайв, давайте посмотрим. Так, так-так-так, слазим, слазим, слазим быстрее. Почему он так медленно слазит? Да не лезь ты под, дебилы, лезет под топор, не дает траться. Так, тут вроде все, дальше, а вон еще один лакхайв, как я и говорил, по одному эти падлы не ходят. Ну вот, одного он уже убил. Хорошо. Одного убили, конечно, но кто такое? Один не пятнадцать, восстановить можно. Хорошо закончили с этим, давайте следующее. Блин, река. Твою мать, а. Река это плохо. Через реку они пока проедут, то их можно расстрелять спокойно. Плюс река очень сильно замедляет. Поэтому вон тот вырвался вперед, и он в одиночку сейчас там будет сражаться, понимаете? Вот в чем проблема основная. То есть его, скорее всего, убьют. Ну, Брэго подъехали, может спасут его еще. Так. Задолбали тут ездить, честное слово. Так. Кто у нас остался? Вот толпа. Боблинов. Так. Нет. Где еще? Да нет. Что ты лезешь никуда, куда нужно? Так. Да уйди ты. А, это все. Хорошо. Блин. Опять река. Ну что за маразм, а? Так. И они еще вдоль реки проедут. Ммм. Боже. Да переедите вы реку, а потом уже езжайте дальше. В чем проблема? А, ну да. Тут кусты. Согласен. Это ж так тяжело объехать. Твою мать. На кой вам лошади, если вы не умеете ими управлять? Так. Почти. 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 На этот раз я наверно слазить не буду. Особого смысла нет тут. Остались. Ребятки. Не самые мощные. Совсем не мощные. Не мощные. Не мощные скорее. Перебьем. Да и все. Так. Осталось еще наверно человека три. Все. С этим закончили. Еще восемь. Ну серьезно. Они не могли просто заходить. Сбежать. Тоже мне воины блин. Еще меня интересует на кой я королевских стражей набрал. Они все равно никуда не развиваются. Хотя пускай будут. Буду Аки король со стражей. Серьезно. Два лучника. Встали и стреляют друг в друга. Дебилы. Ого. Королевский страж. А давайте заберем. Хе-хе. Да. Только говорил что на кой я их беру. А потом беру и забираю. Опытный всадник. О. Оруженосец ветеран Гондора. Давайте заберем еще. Пленных забираем. У нас больше в принципе некуда брать. Но мы можем в принципе оруженосцев отпустить. Три оруженосца. Забрать от этих двоих. И вот этого одного. На этом принципе мы закончим. С ними и нормально. Так. По отряду давайте усиливаем. Рыцарь ветеран. Три отборных. Тенгеле. Два брего. Девять копейщиков. Четыре отборных копейщика. Один и орла. На кой мне мечник стражи цитадели. Я не понял. Эмм. Да. Вот ее нет. Помощница этой. Я теперь не фильтрую кто где стоит и куда должен идти. Раньше их там было. Один вверх другой вниз и все такое. А сейчас. Так. Во первых. Я хочу в Гондор сходить. Потому что мне нужна еда. Конюшни. Нет. Казармы. Пленных сдать разве что. Так. Хорошо. На этом мы на сегодня закончим. Продолжим следующую серию. Всем спасибо за просмотры. Подписывайтесь на канал. Буду рад вас видеть. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok